Гагаринский дом 3. Хорошо понял вас. Скоро буду. Рачелло. Что? Скажи, а что это ты делаешь? Блин, что я могу делать, Кэп? Бомблю понемножку. Сам знаешь, какие сейчас времена. Деньги на донат нужны. Да не сыра, куха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета, плюс 100% кредитов придет. Оу май. Работа подождет. Мне кажется, или Варфейс превращается в Call of Duty. Знаешь, дорогой друг, это отличное сравнение. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан очевидность и новая пушка в Варфейс. Боже, как неожиданно. Кто же мог подумать? Однако нечто неординарное в этом стволе все-таки имеется. Потому как называется он Макпул Пи-Ги-Ар-Си. Будьте осторожны, друзья. Если прочитать эту аббревиатуру достаточно быстро, вы можете получить статью за экстремизм. Да. Ну а мы приступаем к качественному, глубокому и надежному обзору. Новинка интересна тем, что она рассчитана исключительно на стрельбу по телу. Хотя на самом деле ситуация чем-то будет схожа, например, с САР-109Т. То есть если вы стреляете в голову, то в общем-то, возможно, вы хэдшот даже поставите. Да, конечно, это будет в плане головошота далеко не кедр, потому что надо два раза попасть. Но тем не менее, факт остается фактом. В общем-то, хэдшоты с этой пушки можно ставить. Однако не нужно. Множитель в тело, как у СТК. Особенно если поставить дополнительный мод на это самое тело, получаем те же 1.4. И это здесь просто космический показатель. А все из-за того, что урон здесь соточка, а темп стрельбы больше тысячи. Из твоего описания получается, что в Warface вернули легендарный Ктар. Знаешь, дорогой друг, кстати, да, в самом деле, новинка очень напоминает времена, когда инженер стрелял преимущественно в тело. И несмотря на это, кстати, божил по тому, как имел тот самый легендарный Ктар. Однако тут, друзья, понимаете, имеется одно большое но. В те времена, когда инженер божил с Ктаром, штурмовик у нас имел ваншотные штурмовые винтовки. И стрелял хороший штурмовик преимущественно в голову. Сейчас же мы видим интересную ситуацию, что у нас, по идее, и штурмовик, и инженер прежде всего должны пилить в тело. И, собственно говоря, для головошота ни один из этих классов теперь не предназначен. Ибо у штурма метовая СТК, а у инженера будет метовый макпул. И да, кстати, друзья, я знаю, что кто-то будет писать, например, у кого есть кедр. Да фигня этот макпул. Ракуха, ты опять что-то рекламишь? Ребят, вы всё это говорили про СТК. Пушка говно, в голову она не ваншотит, она будет отлетать. Где она отлетает? Что-то в итоге все играют с СТК. Сосо Павлиашвили сделали остальные стволы. Нет, они, конечно, с ними ещё можно, я всё понимаю. Но, пацаны, если даже кибершпроты на СТК пересаживаются, о чём тут говорить? И лично у меня нет никаких сомнений. То же самое будет про инженера. Все пересядут на макпул. Да, кедр круто. Да, кедр это интересно. Да, кедр это приятно. Но макпул лучше. Лучшая точка. Я понимаю, что с кедром можно поставить ваншот в голову. Можно, можно. Ребят, только обратите внимание. Часто, когда вы этот ваншот в голову ставите, вы до этого ещё немножко там вокруг где-то стреляете. Пятое, десятое. Ну вы поняли, да? То есть не сразу вы попадаете. Прям ни с лёта, ни фликшотом. А за вот этот небольшой промежуток времени, пока вы наконец-то головку выцелите до конца, вас уже просто человек с макпулом просто вот сошьёт нафиг, спилит, как нефиг делать. Абсолютно та же ситуация, как с ХК 433 у нас идёт и СТК. То есть пацаны говорят, да нет, я всё-таки возьму и попаду тут, я доведусь. Да, ты доведёшься. Пока ты будешь доводиться, тебя просто СТК уже в тело распилит и всё. И дело с концом. С этим понятно. А если макпул сравнить с СТК, что тогда скажешь? Ну ты знаешь, вот тут интересный баланс получается, Кэпчик. Да, друзья, если сравнивать макпул и СТК, то есть ПП, хоть штурмовую винтовку, то вот тут, как ни странно, похоже, наши разработчики как раз пошли путём, который позволит, как ни странно, нравится вам, не нравится это, сбалансировать штурмовика и инженера. Я вам более того скажу, СТК и макпул даже играется и ощущается очень схоже. Это, по сути, почти одно и то же оружие. Просто СТК имеет всё-таки поменьше темп стрельбы, и эффективно она будет, более эффективно на средних и дальних дистанциях. А макпул, ввиду более высокого темпа стрельбы, но, естественно, меньше дальность, другое падение арона, он будет эффективнее на ближних, ближне-средних, а вот на дальних всё-таки СТК немножко быстрее будет убивать. Но, в принципе, плюс-минус, то на то и получается. И на самом деле, я думаю, что на ближних, что на средних, что на дальних, макпул и СТК будут очень похожи. Это будет почти одно и то же оружие. То есть, наши разработчики, вырезая хедшот, в принципе, как таковой, да, то есть ваншот именно в голову, как механику у штурмовика и инженера, они делают оба класса зажимными, зажимными по телу, и балансируют пушки так, за счёт множителей и скрытых характеристик, чтобы, и, ну, естественно, показателей дальности, чтобы штурмовик и инженер, это был один и тот же класс, почти с одним и тем же оружием, но просто один чуть-чуть эффективнее вблизи, а другой чуть-чуть эффективнее на дальних. И всё. А теперь я представляю, как медики нашей игры отправятся на орбиту на жопной тяге. Ну, кстати, да, ты прав, медики реально бомбить будут. Медики и так очень сильно бомбят на штурмовиках с СТК. Почему? Потому что на самом деле, да, то есть, ты никогда ведь прям на 100% не можешь оценить эту ситуацию, да, эту вероятность ваншота. И ты стреляешь вот тут вроде, ну, должно сваншотить. Бац, не ваншот. И штурмовик с СТК этого не прощает. Он вообще не прощает, нет. Если медик не сваншотил, ему хана. Против СТК, в отличие там против ХК 433, вот этого всего, против СТК шансов вообще минимум. И теперь то же самое будет с инженером. Да, именно так. Поскольку это оружие для распила в тело, и самое разумное просто в тело целится, то действительно, медику теперь приходится рассчитывать на ваншот. Однако, я понимаю, что медики будут ныть, медики будут жаловаться, но давайте справедливости ради заметим. Медики вообще-то у нас, если что, сейчас ваншотят порой, ну, просто на фантастических дистанциях. И вообще, новинка Гарибальди, этот Гарик, ну, прямо скажем, перебор. Я знаю, медики возразят. Ребят, ну, я играл с этим Гарибальди. Ну, всё равно, это даже не уровень Камрада. Причём, со знаком плюс. Это круче Камрада. Это, пожалуй, даже, ну, примерно такая же имба. Примерно, вот, я не знаю даже, что из них лучше. Когда Камрад у нас был до фикса. Ну, серьёзно. То есть, да, с Камрада с того, может быть, легче было попадать, но при этом, как Гарик ваншотит, на каких дистанциях он порой всего с двух попаданий сносит, по-моему, прошлому Камраду такое и не снилось даже. Поэтому, вроде как, медик может бомбить. Но в то же время, абсолютно справедливо, на него будут бомбить и бомбят, и будут бомбить в дальнейшем те же инженеры и штурмовики. Хорошо это или плохо, друзья, вопрос такой, знаете, сложный. Я думаю, ответ на него даст только время. Время, может, и даст, но ты скажи нам свою позицию. Ты знаешь, Капитан Очевидность, я вначале хотел, я вообще хотел, честно говоря, вначале, до того, как я начал записывать это видео, я хотел побомбить. Я поиграл на ПТСе. Это пипец, это ещё одна СТК. Те же яйца, что в профиль. Я хотел бомбануть. Типа, вот, у инженера забирают ваншот голову, у штурмовика забирают, делают Call of Duty. На самом деле, действительно, это, ну, в какой-то степени, наверное, грустно, потому что все мы привыкли к хэдшотам. Но я бы всё-таки, честно говоря, вот я себя ловлю сейчас на мысли, что я бы хотел посмотреть на этот новый Warface, который в чём-то будет похож на Call of Duty. Может быть, это и нехорошо. Может быть, мы от этого бомбанём. Возможно, всё-таки разработчики вернут нормальную механику хэдшотов, именно ваншотом, к тому же штурмовику, или хотя бы плюс-минус регулярно какие-то пушки с ваншотом будут выпускать. Но! Как говорится, если ты ничего не меняешь, ты, собственно говоря, ничего и не добьёшься. Если ничего не делать, ничего, друзья, и не изменится. Поэтому попробовать дать игре какой-то период времени, какую-то такую небольшую, не знаю, эпоху, что ли, назовём её так, пожить вот в этом режиме, в режиме зажимов тела, может быть, это неплохо. И в то же время, наверное, именно этот путь обеспечит равенство, баланс определённый между инженером и штурмовиком. Плюс к этому, наверное, это то, что действительно сможет привлечь новых игроков, казуалов. Потому что именно такая механика стрельбы, когда преимущество распила в тело имеется, наверное, именно такая механика казуальному, не скилловому игроку больше подходит. Пацаны-то на скилле, они в любом случае, что с такой механикой, что с хедшотами, они всё равно будут божить. Но, кто знает, попробовать стоит. Возможно, это как-то действительно сыграет в нашей игре серьёзно в плюс. Возможно, даже онлайн увеличится. Возможно, даже получится привлечь новых игроков. Боже, какую чушь я несу. Ну, блин, ну хочется верить, сука. Так что, кто его знает? Ну, а вдруг? Ну, а мало ли? Если же вам интересно только сухое моё мнение по поводу МакПула, то оно однозначно это новая, лучшая пушка у инженера, которая даже от кедра оторвалась очень сильно. Вот, друзья, и весь МакПул. Просто ничего другого, по сути, тут нет. Нет, это СТК, переделанная в оружие инженера. И точка. СТК, переделанная в оружие инженера. СТК. Продолжение следует...